Евгений Петрович Козлов, главный тренер МФТИ. Только что вы одержали победу на ДГТУ в серии пенальти и остались в премьер-группе. Поделитесь вашими впечатлениями. Ну, просто валидольная игра. Я вообще чуть не посидел, наверное. Просто эмоции сейчас переполняют. Мы понимаем, что в серии пенальти это такая лотерея, что могли быть мы, могли быть и не мы. Ну, я бы сказал, что нам повезло. Может быть, благодаря болельщикам и поддержке трибун сказалось это. Ваша команда активно начала встречу, показала высокий прессинг. Это такая установка была? Да. Мы играли до первого водопоя изо всех сил, не экономя силы. Потом немножечко подышали. В конце первого тайма кончился бензин, и мы получили два момента опасных. Но за время перерыва смогли восстановиться и продолжили такую же активную игру на чужой половине поля. Да, это была такая установка. Как удалось подготовить команду в игре в обороне, так как у вас потеря защитника центрального, ключевого игрока, по сути. Какие перерывы пришлось сделать? Ну, на самом деле у нас семь человек, и за бой мы выпали по тем или иным причинам. Это травмы, дисквалификации и военные сборы, с которых не удалось отпросить ребят. На замене было три человека, и было очень тяжело, но каждый бился за троих. Как вы оцените сезон? Он только что, можно сказать, для вас официально закончился. И какие планы на следующий? Планы на следующий сезон играть в высшей лиге, и каждый год быть лучше, чем предыдущий. Будем расти, будем стараться. И, ну, скажем так, звезд с неба не хватать. Ну, ни одной команде с нами не будет легко, я надеюсь. Что вы скажете сейчас, войдя в раздевалку вашим ребятам? Я скажу им, что, ребята, без таких игр, без таких валидольных игр нету роста команды. Нет роста команды. И мы это сделали, потому что мы команда.